Здравствуйте! С вами Карина Саяхова. Мы продолжаем вести прямые эфиры с представителями институтов. Сегодня на очереди Институт психологии и образования Казанского Федерального Университета. Напоминаю абитуриенты, вы можете задавать свои вопросы об экзаменах, поступлениях и проходных баллах в режиме онлайн в нашем инстаграм-аккаунте Казанского Федерального Университета. Итак, прежде чем перейти к вопросам, я бы хотела представить сегодня наших экспертов. Это ответственность за прием в Институт психологии и образования Вероника Викторовна Васина и доцент кафедры психологии и педагогики специального образования Инна Владимировна Кротова. На этой позитивной ноте мы можем начать и перейдем к самым популярным вопросам. На каких направлениях у вас есть бюджетные места? Как раз сегодня сидела, выписывала наше количество бюджетных мест. Здравствуйте! Начнем с того, что вам нужно открыть план приема КФУ 2022 года. Там появится большая табличка Excel. Нужно найти 11-ю страницу этой Институт психологии и образования и в ней уже определиться. Среди 7 направлений бакалавриата очного и заочного и среди магистратуры там 11 очных и 8 заочных направлений. И по бюджетным местам. На дошкольном образовании 25 бюджетных мест. Просто психология 13 бюджетных мест. Логопедия начальной образования и английский язык и клиническая психология в этом году по 50 бюджетных мест. Рекордное большое число. Очень много нам добавили, поэтому по 2-3 группы там будет открываться. По 25 бюджетных мест на дошкольном образовании, на профилактике девиантного поведения. Ну и также на заочном обучении по 25-30 бюджетных мест на всех направлениях есть. В магистратуре в основном по 12-13 бюджетных мест, потому что там группа поменьше. Плюс контрактные 3-4 места. Всего человек по 15-18 в группах магистратуры учатся. На бакалавриате учатся в основном человек по 30 в каждой группе. Поэтому мест достаточно. Главное определиться сейчас, что вы хотите именно к нам. Что те ЕГЭ, которые вы выбрали, подходят для поступления в институт психологии образования. А это тоже в той же таблице существует. Единственное, я тогда уже рассказала про ЕГЭ. Общее сначала, что на все психологические дисциплины вам нужно было уже определиться с биологией и русским, как главный экзамен. И еще там можно по выбору. А в таблицу загляните, там много экзаменов по выбору на некоторых направлениях. И не только из трех приходится выбирать. А на педагогические дисциплины это общество знания и русский, как обязательный. И также есть по выбору. Единственное, что сразу хочу сказать, в этом году есть два больших таких изменения. Первое изменение это для тех, кто закончил СПО, то есть профильное, педагогическое, если колледж заканчивали, вам придется сдавать педагогику, как вступительное испытание. Если это не профильное, если это химический колледж, художественные какие-то колледжи, то педагогику сдавать не придется. Сдавать придется те же самые экзамены, что и ЕГЭ, то же самое, что сдают 11-классники. Но для этого нужно посмотреть второй документ, который называется программа вступительных испытаний. Для магистратуры тоже все программы уже вывешены. И второе большое изменение. Два года мы с вами работали в системе пандемии, карантина, ковида. И очень много можно было сделать онлайн. В этом году мы принимаем оригиналы всех документов. Нужен следующий вопрос. Что касается средне-специального образования. Вы сказали, что у вас есть вступительные экзамены, помимо тех, которые были до этого. Как проходят экзамены, в какой форме и насколько реально все это произвести? Раньше было выгодно уходить после 9 класса в средне-специальное учебное заведение, потому что можно было без ЕГЭ проходить дальше на обучение по результатам. Сейчас, оказывается, это невыгодно, потому что еще раз придется сдавать. Те, кто после 11-го уходили из школы и учились в каких-то колледжах или училищах, они могут предъявить результаты своего ЕГЭ 11-го класса, потому что оно действительно 5 лет. Те, кто ушли после 9 класса, им придется сдавать на Кремлевской 35, то есть там, где приемная комиссия находится, Казанско-федерального университета. Это называются внутренние вступительные испытания. Но по содержанию, по внутренним программам они точно такие же, как ЕГЭ. Поэтому можно запасаться учебниками ЕГЭ, которые сейчас еще продаются, готовые с ответами, репетировать, тренироваться. Тем более, если по сайтам полазить, там на Кремлевской 35 есть еще такие пробные. То есть ЕГЭ их не зачтут как результаты, но для себя вы, по крайней мере, будете понимать, на каком уровне сейчас готовности вы уже находитесь. Поэтому примером все то же самое, что обычные ЕГЭ, что после 11, что после СПО. Единственное, что педагогику, тот, кто профильно будет сдавать, надо прям посмотреть программу вступительных испытаний, все вопросы по педагогике. Они тоже на сайтах уже есть и готовятся уже целенаправленно, как профессионал. То есть зная, что вы поступаете на это направление, либо дошкольная, либо начальная школа, в таком вот формате. У нас вопрос от зрителей, есть ли в вашем институте такой профиль, как специальная или клиническая психология? Конечно. Единственное, опять нужно иметь в виду, что просто психологию, так же, как все медицинские специальности сейчас, можно изучать только очно. Поэтому в той большой таблице вы для себя, если рассматриваете как заочное, если вы уже взрослый, достаточно человек, или вот после СПО очень многие рассматривают для себя как заочное, нужно смотреть как раз либо специальная психология, она есть на заочке, как раз смотреть что-то связанное с практической психологией, с клинической психологией, связанной с семьей, семейным консультированием. То есть там есть выбор и на заочном, но это вот не прямая психологическая специальность, не общая психология. Но возможность такая есть и на очном, и на заочном обучаться, конечно. Вот что касается профиля начального образования, есть ли бюджетные места на это направление? На начальном образовании есть по 50 мест на очке и по 20-25 мест на заочном обучении. Единственное, что мы предлагаем вам в этом году тоже рассмотреть для себя, у нас есть интересная специальность как дополнительное образование плюс английский язык, и вот это начальное образование плюс английский язык. То есть за 5 лет обучения, хотя это называется бакалавриат, а не специалитет, вы можете получить сразу две специальности и работать не только потом с начальными классами, но и преподавать английский и в пятом, шестом, то есть более старших классах в том числе. А когда вообще происходит сам процесс подачи документов на бакалавриат и магистратуру? Два последних года система онлайн открывалась 20 июня. Я думаю, что и в этом году тоже примерно с 20 июня, то есть сейчас точной даты, я вот еще на сайте не видел, но примерно к тем датам, когда должны на руки получить аттестат 11-классники и когда в системе будут загружены все результаты ЕГЭ. Но с 20 числа все это начинается для тех, кто получил образование в прошлом году, то есть кто не привязан к аттестатам этого года, потому что очень часто выпускные баллы сейчас уже бывают и 26 и 28 июня, и результаты ЕГЭ по некоторым специальностям могут быть несколько позже, чем 20 число. Но с 20-го все начинаем, все открываем как раз для СПО, для магистратуры, для тех, кто раньше закончил другие учебные заведения и готов поступать к нам в этом году. Кто не поступил в прошлом году, они тоже имеют возможность подать свои документы вот на эти 3-4 дня раньше. Но это не значит, что они точно поступят, то есть сроки подачи документов, многие там торопятся, что я вот в первый день подам документы, и значит я быстрее поступлю, быстрее попаду в списки. Это совсем не так, потому что все будет зависеть только от результатов ЕГЭ. Только по рейтингу будет выстраиваться, куда ваша фамилия, и если на каком-то последнем этапе подаст документы, даже вот если вы помните по двум последним годам, последние 5 минут перед тем, как закрывалась система, кто-то с более высокими баллами встроился в эту систему, и он попадает на первые эти места, а тот, кто считал, что он уже поступил, но у него баллы оказались на несколько сотых, иногда даже чуть меньше, и он слетает с бюджетного места, и получается, что ему нужно будет рассматривать уже другой вариант либо заочного, либо контрактного обучения. Поэтому от сроков это не зависит, это зависит от качества вашей подготовки. Что касается педагогического направления с двумя профилями подготовки, вот какой второй язык можно взять в основе изучения? Здесь только английский. Как раз вот у нас на дне открытых дверей была девочка, которая сейчас изучает немецкий, и она говорит, могу ли я из трех выбранных еще дисциплин даже сдать как вступительный немецкий язык. Я говорю, давайте посмотрим в эту таблицу. Там написано иностранный язык, и тогда в качестве иностранного вы можете сдать любой. Она говорит, нет, там написано английский язык. Я говорю, значит, все, значит, и поступаете вы только с английским языком. И вот эти два профиля именно в институте психологии и образования связаны только с английским языком. Если вы выбираете для себя какие-то другие языки, то это просто другие факультеты. К тому же это тоже нужно иметь в виду, что в КФУ сейчас все почти факультеты, по-моему, кроме юридического, называются институт. И поэтому институт психологии и образования внутри КФУ это просто факультет психологии и образования с другими языками, но это другие языки международных отношений, факультет международных отношений или там еще какие-то, международных коммуникаций. Вот у нас вопрос от зрителей непосредственно. Как происходит обучение на очно-заочной и заочной форме обучения в факультете психологии, магистратура? Не только в магистратуре, но у нас очно-заочная есть и психология. Опять-таки, по два прошлых года оно было очень похоже на дистанционное обучение, очень было похоже просто на заочное обучение. Единственное, что заочникам тоже высылаются, чтобы они приехали на 2-3 недели как приглашение, чтобы с работы их могли отпустить. Очно-заочная в этом смысле, если будет меньше дистанта, оно будет больше похоже на вечернее обучение, потому что занятия ставят им ближе к 5 часам, в 7 вечера, 2-3 раза в неделю. Поэтому для работающих это тоже очень удобная форма, но может оказаться все-таки, что вот если сейчас вся эта пандемия закончится, проживание будет необходимо в Казани. Потому что раз в 2 раза в неделю, ну, Зеленодольск может приехать, ближайшие какие-то города Республики Татарстан, издалека даже из Ульяновска на очно-заочное уже вот так не наездишься. Интересует прогноз на 2022 год на поступление на клиническую психологию. Сколько стоит обучение на коммерции и сколько планируется бюджетных и коммерческих мест? Мы уже про клиническую поговорили. Мы сейчас, получается, про заочные, да, видимо, даже эту клиническую психологию... А вообще в целом сколько стоит обучение? Да, рассмотрим. Потому что, ну, про количество мест уже сказали на заочные, 20-25 мест. В среднем на очном контрактные места это 140 тысяч, заочное в районе 70 тысяч и очно-заочное в районе 80 тысяч. То есть относительно этого уже нужно смотреть. Прямо точную цифру, все равно они тоже сейчас еще уточняются, меняются. Уже в мае месяце будет, ну, конкретно по направлениям. Потому что логопедическое, например, направление, которое Инна Владимировна представляет, оно несколько дешевле. Чисто психологически они несколько дороже. Но все равно вот в районе этих 140, 70, 80 тысяч это все укладывается. Может, мы Инна Владимировна как раз слово предоставим, чтобы она рассказала про специально-дефектологическое образование. А потом уже будем дальше. Если можно, могли бы Вы рассказать подробнее вообще об этом направлении в целом о работе? Специальное дефектологическое образование предполагает, что мы ориентируемся как раз, вернее, своих выпускников, на работу с особой категорией лиц и деток. Это то, что сейчас наиболее часто встречаемые термины. Это инклюзивное образование, инклюзивное общество, инклюзивная организация. То, что используется по отношению к детям, лицам с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас это называются особые образовательные потребности. И вот у нас два ведущих профиля. Это логопедия и специальная психология. Логопедия – это то, что те компетенции, которые можно приобрести и очно, и заочно, специальная психология у нас только заочная форма обучения. И в том и в другом случае работать нужно будет в направлении коррекционно-педагогической деятельности, коррекционно-развивающая деятельность. И направление интересно тем, что это медико-психолого-педагогическая область. То есть здесь сочетаются сразу три смежные между собой сферы. И тоже получается такой своеобразный набор, интересный набор компетенций, навыков, знаний, умений. Логопеды работают как раз с нарушениями речи, если мы говорим о коррекционной работе. И специальная психология, то есть те профессионалы, которые работают с нарушениями в развитии. Для школы или для детского сада? Так, практику, которую проходят наши студенты, это база практик, это детские сады, в большинстве случаев, и школы, младший школьный возраст. Попутно, пока вы говорили о коррекционном образовании и детьми с... Инклюзивное образование. Да, 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 все правильно. Насколько в процессе обучения на факультете, в институте, да, происходит принятие и восприятие, погружение самого студента, его восприятие на некие ситуации, которые могут происходить в будущем. Ну, в специфику, да, самой работы. Знаете, у нас даже есть исследовательские проекты, которые как раз занимались изучением готовности специалиста-дефектолога вот к такой непростой деятельности. Чаще всего те, кто уже принимает для себя решения, они, конечно, готовы к тому, что это будет непростая область. Здесь нужно, ну вот кроме специальных навыков, получается, обладать высокой степенью толерантности, терпимостью, настойчивостью. То есть вот эти такие качества интересные, они должны быть... Ну как, это все-таки уже как призвание, в любом случае, да, призвание, как в любом случае, педагогическая деятельность. Но вот здесь еще, да, специфическая готовность. И, естественно, уже с первых курсов студенты, они как раз работают вот с той группой детей, которые обладают особенностями развития. То есть специфика, вот о чем, да, вопрос был, да, то есть, в принципе, это уже и существующая готовность, но и в том числе не было таких случаев, чтобы было какое-то изменение решения. То есть, в принципе, чаще всего готовы и готовы работать хорошо, как помогающая профессия. Вот к нам поступает один и тот же запрос по поводу лечебной педагогики и психологического консультирования. Какие ЕГЭ нужны для поступления вот непосредственно на этот профиль? Биология, русский, как обязательные дисциплины. И по выбору остается либо общество, либо математика, либо как раз английский и иностранный язык. При этом нужно иметь в виду, что математику вы сдаете профильную, база бывает нужна только для колледжей, но математику можно не показывать. Ее можно сдать для школы, а сюда вы покажете биологию русской, например, общество. То есть математика не обязательно. Насколько возможно после окончания университета, к примеру, бакалавриат или после магистратуры, работать в университете? И вообще, насколько происходит потом внедрение в трудоустройство самого? И даете ли вы рекомендательные письма? Обязательно. И рекомендательные письма даем. И тогда, когда работают на практике наши студенты, очень многие директора и детских садов, и школ присматриваются к ним. И просто прям конкретного даже иногда студента, а не просто некоторых, да, каких-то. В магистратуре учатся те, кто планирует дальше учиться в аспирантуре, те, кто занимаются научной работой, защищаются, остаются работать и на кафедре. Очень много наших выпускников у нас преподают. А вот по поводу специально-дефикологического образования, там тоже есть у нас один детский сад, который прям ждет наших выпускников, говоря о том, что у них, например, есть логопед, но он несколько боится детей с расстройством аутистического спектра. При этом есть человек, который обучился в Москве на как раз ибитерапию для лиц с расстройством аутистического спектра, но он не владеет логопедическими знаниями и не знает, как вот этих аутистов тоже разговаривать. И получается, что как раз нужен наш специалист Казанского федерального университета специально-дефикологического образования, который, с одной стороны, обладает логопедическими знаниями, И ему вдобавок и во время практики, либо во время написания дипломного проекта уже были известны дети с расстройством аутистического спектра. То есть соединить несколько разных специальностей нам удается. И их ждут. Естественно, это исследовательские компетенции. Конечно. Содержательные студенты. Что касается поступления для иностранных студентов, есть ли какая-то определенная система вообще в целом? Иностранные студенты чаще всего обращаются не на Кремлевскую 35, а на Кремлевскую 25. Там есть целый факультет подготовки иностранных студентов, особенно подготовки по русскому языку прежде всего. Потому что обучение у нас ведется на русском языке. И ближние зарубежья, почти все студенты знают русский язык намного лучше, чем дальние зарубежья. Поэтому приходится сначала все-таки учить русский язык. А потом их экзамены, их зачисления тоже, в связи с тем, что сначала надо знать именно русский, насколько хорошо они его знают, происходит несколько даже раньше, чем зачисления наших российских студентов. И у них вся эта система поступления уже начинается с марта месяца. Поэтому если вы иностранный студент, найдите на сайте телефона, вот это из Кремлевской 25, вот этого факультета подготовки иностранных студентов, свяжитесь с ними и узнаете, какого числа вы уже начнете сдавать русский язык. А потом уже все остальные экзамены. А насколько легко происходит вот в данный момент во время коронавируса и дистанционного обучения, такого среднего, вот сейчас у иностранных граждан? Я же цифровая налажена со всеми, поэтому и системы Teams, и системы Zoom, они все работают. И поэтому экзамены сейчас еще сдавать достаточно легко. То есть за два года вся эта цифровизация, она достигла такого уровня, что на первом этапе даже не обязательно приезжать. И загрузка всех документов может быть в электронном виде. То есть сейчас мы два года собирали уже не ксерокопии документов, а именно сканы всех документов. И фотографии сейчас спокойно уже делаем в электронном виде, да. То есть и фотографии паспорта, там все что угодно сделать очень легко. Поэтому иностранные студенты, да, они уже вот сейчас могут начинать этот вопрос, задавать свои деканаты для иностранных студентов для того, чтобы начать процесс приема. Ну что, на мой взгляд, самые основные вопросы мы проговорили. Интересующие вопросы в Инстаграме мы обязательно просмотрели, задали интересующие вопросы. На этом большое вам спасибо. Если только несколько слов еще про общую студенческую жизнь, что студенческая весна, и спорт, и очень много кружков, секций, и занятий в библиотеках. И библиотеки, кстати, сейчас тоже онлайн, да, очень многие, то есть можно цифровые книжки получать. Поэтому вообще учиться у нас очень интересно, очень дружный, такой теплый коллектив. Находимся мы на Межлаука-1, на Булаке, здание пединститута, и остановка пока называется пединститут. Но вот вполне умещаемся. Почти тысячу человек набираем на первый курс вместе со всеми. То есть вот у нас много студентов, много юношей. Сегодня некоторые девушки боятся, да, что у нас там только одни девушки. Но юноши тоже приходят, то есть свою вторую половинку тоже можно даже найти в стенах института. Так что приходите, мы вас ждем. Самые громкие имена учителей и мужчин. С вами был Инсталайф. Наши прекрасные эксперты, очаровательные девушки. С вами была Карина Саяхова. Обязательно встретимся на следующем эфире. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!